Город засыпает, просыпаются коммунальные службы. Борьба с последствиями стихии в столице Чувашии идет и днем и ночью. Как работы ведутся в темное время суток, глава города Чебоксара Леонид Черкесов проверил, проехавшись по ночным улицам столицы. Отправилась с ним наша съемочная группа. В последние дни город буквально завалил снегом, но в минувший вечер транспортные магистрали уже были чистыми. На дорогах работает более 100 единиц спецтехники. Сначала за дело берутся грейдеры, они формируют так называемые снежные валы. Затем уже ночью к работе приступают снегопогрузчики. Кроме техники борются с последствиями стихии более двух сотен дорожных рабочих. Их смена заканчивается, когда рядовые чебоксарцы уже просыпаются на работу. Мы сегодня с 8 до 6 утра будем работать. Что за это время надо сделать? Убрать железнодорожный вокзал, электроаппаратную остановку и по Ивановой Яковле остановки будем убирать. Ну, справимся, наверное. Сейчас снега мало сегодня. Несмотря на боевой настрой, справляются со стихией коммунальщики не везде. На тротуарах в спальных районах города и в дворах ситуация все-таки сложнее. Эх, не зря говорят, февраль – кривые дорожки. Нередко эти самые дорожки пешеходам приходится буквально протаптывать. Посмотри, что такое? Не успеваем? Как не успеваем? Тысячу людей тут в больницы идут. Так выяснилось, что тротуары по улице Гладково коммунальные службы не чистили никогда. Эта территория попросту не закреплена ни за одной обслуживающей организацией. Четверо суток идет интенсивный шел снегопад. Сегодня после обеда он уменьшился. И мы максимально принялись за работу тракторами по остановочным поведениям. Прежде всего, это наша первая необходимость. Потом переходим на тротуарную часть. На сегодняшний день предприятием дорожки обслуживаются 300 тысяч квадратных метров в тротуарной части. Сегодняшний объезд показал, что имеются в наличии также у нас те территории, вот как Гладково, которые не относятся, конечно, до сегодняшнего дня не относились к нашим объемам обслуживания. Но мы сегодня по поручению главы города возьмем их на обслуживание полностью. Кроме того, каждый район получит дополнительно по две единицы техники специально для уборки тротуаров. Руководители города отмечают, проблемы есть, но в целом натиск стихии столичной службы выдержали. С одной стороны удовлетворение есть, центральные улицы убраны, чисто. Ну вот как заехали второстепенные улицы, магистральные проходы, то, конечно, в очень плохом состоянии просто не успевают после обильного снегопада убрать. В частном секторе есть проблемы, есть проблемы во дворах. Вот наша задача, чтобы больше работ проводить в ночное время. Несмотря на обильный снегопад, мы смотрели в Татарстане, Башкортостан, ближайшие наши соседи, остановка движения транспорта была, заносила. У нас в городе этого не было. Кстати, зачистку дворовых территорий отвечают управляющие компании и ТСЖ. Все зависит от уровня их управления. Но нередко в том, что часть проездов не убрана, виноваты сами жители. Там, где автомобили припаркованы неправильно, то и вовсе под запрещающими знаками снегоуборочная техника пройти не может.